В Ереване кандидат в президенты Франции от республиканцев, председатель Совета регионов Ильдефранс Валерий Пекрес, почтила память погибших армянских сепаратистов на кладбище Яраблу. Привлекает внимание одна могила армянского солдата. И к этой могиле Пекрес поднесла цветы. Фотографию растиражировал сайт самой Пекрес. На надгробной плите выбит знак свастики. Подчеркнем фашистской свастики. Речь идет о кресте с загнутыми под прямым углом концами. Конечно же история свастики уходит еще во времена ада христианской эры. И этот графический символ широко использовался древними людьми еще в период позднего палеолита в Китае, Японии, затем чуть позднее в Греции. Символ широко использовался и в Древнем Риме, что и побудило одного из основателей фашистской идеологии, Бенито Муссолини, а позднее Гитлера, объявить этот знак символом великой арийской расы. Свастика признана в современном мире фашистской символикой и запрещена законом, поскольку считается прямой пропагандой идеологии национал-социализма. И вот сепаратисты Карабаха, или солдаты армянской оккупационной армии, разукрасили могилы своих героев нацистской свастикой. Безусловно, в этой неприглядной ситуации удивляет и позиция российских солдат, а также командование российского миротворческого контингента, проявляющего столь толерантное отношение к популяризации фашистской идеологии в зоне своего контроля. Если бы мадам Пекрес возложила цветы на надгробную плиту с фашистской символикой в Германии или Франции, то предоставила бы прекрасный повод властям для уголовного преследования. В Европе, как и в России, закон жестоко карает граждан, которые пропагандируют запрещенную фашистскую символику. А в Ереване или Карабахе, наряду с армянскими сепаратистами, при попустительстве россиян и при самом непосредственном участии либеральных политиков, ни одной мадам Пекрес, но и экс-министра иностранных дел Франции, бывшего еврокомиссара Мишеля Барни, а также французского сенатора Бруно Ритайла, ведется пропаганда пресловутого фашизма и гитлеризма. С Парижем и Брюсселем, как и с мадам Пекрес, все и так предельно ясно. Нас же, в сложившейся парадоксальной ситуации, в большей мере интересует позиция правительства МИД России и Минобороны России. И поставить лайк этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok